В западных СМИ появилась новая версия отравления Алексея Навального. Теперь, как пишут западные журналисты по сообщениям российских СМИ, новая версия смыслу в том, что отравили Навального российские спецслужбы, но главная цель отравления была не убийство Навального, а вывести его из строя, вывести его из страны, из политического поля. Что ж, то же самое я говорил сразу после отравления Алексея Навального, которое, я считаю, было, но не ставило своей целью его убийство. Они же могут рассчитывать пропорции ядов, эти отравители. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. И печальные новости одна за другой. В Саратове, если я не ошибаюсь, женщина выбросила из окна двух своих дочек маленьких, а потом пыталась свести счеты с жизнью, ударом ножа в себя ударила. Вот, ужасная история. Они все трое в тяжелом состоянии в больнице. Одновременно с этим на юго-востоке Москвы обнаружены тела мужчины и женщины, юноши и девушки молодых людей. И, как сообщается, якобы девушка застрелила парня, огнестрельное ранение, а потом застрелилась сама. В общем, какой-то мрак, ад, разверсия просто на нашей земле, дорогие друзья. И знаете что? Ровно два года назад, два года назад, произошло вот это вот бойня в Керчи, если кто-то помнит, после которой я и начал вести свой каналчик вскоре, после которой бойня просто несоответствующая заявленной, понимаете? Вот, и там слишком много было обмана, лжи и несоответствия, и это заставило меня начать вести свой канал и снимать свои ролики. Кстати, одним из первых был ролик о Навальном, о том, ну, что я ему чрезвычайно не доверяю. Подписывайтесь, дорогие друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Будя на то, воля ваша поддержите мой труд, труд независимого журналиста, и я вот уже почти два года тружусь в наших с вами интересах, веду свой канал. И могу сказать, что много всего я рассказал, много выводов я сделал, и аналитических, анализу подвергал ситуации. И по большей части, в огромной части у меня были попадания в цель яблочком. Вот, как и с Навальным сейчас, безусловно, идет зачистка поля. Вот поле практически зачищено, вся оппозиция забита по углам. Неизвестно, будет ли русский марш, и мы контролируем и полностью со всех сторон. Оккупация, что тут скажешь. Вот, на этом фоне чрезвычайно оптимистичным выглядит заявление политолога Валерия Соловья, человека, безусловно, умного, со связями и обладающего определенной инсайдерской информацией. И вот политолог заявил, причем это даже в СМИ было опубликовано, он заявил, что у Путина серьезные проблемы со здоровьем. Он уже говорил об этом ранее, говорил о том, что утрачивает адекватность нацлидер. А теперь, ну это очевидно. Вот, а теперь о том, что вот израильские врачи говорят, что все плохо. Вот, такие вот дела. И, как заметил Валерий Соловей, вот их готовящийся транзит власти может не пройти так, как они этого хотели бы. Вот, смотрю я на московские улицы и пупею. Мэр Собянин сказал, что на 40% уменьшилось число мигрантов. Может, они просто легализовали всех приезжих, выдали им российские паспорта, и теперь мигрантов меньше. А так, в принципе, чисто визуально, ну, в Москве чрезвычайно много приезжих из Азии, из разных других регионов планеты. В принципе, вот прошла очень симпатичная девушка откуда-то из Азии. Я даже вот посмотрел ей вслед. Вот, мэр Собянин, вы опять привираете? Говорите неправду. Верю глазам своим. Что ж, дорогие друзья, в общем, мы сейчас пребываем, на самом деле, в некоем зависшем ожидании похорон. И все это до чрезвычайности напоминает мне фреску из кафедрального собора в Вероне «Похороны сатаны». Скорее бы они состоялись. Я против зла, там, смертей, насилия. Но вот одни похороны я просто не могу пропустить никоим образом. Вот, просто чувствую, что необходимо это и суждено мне. Вот. Что ж, помогай нам всем Бог, дорогие друзья. Потому что реальность поистине сатанинская сейчас такая у нас здесь происходит. И просто люди сходят с ума. Держитесь, не сходите с ума. Не поддавайтесь отчаянию и слабостям. Вот. И не причиняйте другим зла. И самим себе, тем более. Держитесь, друзья. Эти похороны обязательно состоятся. И мы с вами просто обязаны на них присутствовать. Должны. Вот. Необходимо. Доброго дня еще раз. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Поддержите мой труд, друзья. Буду на то волю ваша. Данные вы найдете в описании, как и ссылку на резервный канал.